Ха, меня здесь никто не достанет. Даже долбанный сосед. Иди сюда, малолетка, я тебя схвачу. Обделся, соседушка, обделся. Забрось подарки в дымоходы. Что ж, приметище, мы продолжаем прохождение Дарк Ридл, новогодние приключения. И сейчас моя задача. В прошлой серии мы собрали подарки, которые потерял Санта. И теперь мы их развозим. Ну как развозим, закидываем в трубы, как ты можешь заметить. 25 подарков у меня с собой, я вот сейчас пытаюсь их кидать в трубы. Это у меня не очень хорошо выходит. Надеюсь, за профуканные подарки Дед Мороз меня не накажет. Хотя можно оперировать тем, что если подарок не попал в трубу, значит там вредный ребенок. Вот как сейчас, например. Один подарок улетел, другой попал в трубу. Значит, ребенок заслужил один подарок. Как бы логично. Такая у меня отмазка. Какой интересный туннель ледяной. А вон Санта, кстати, на Луне. За нами следит, смотрит, как мы выполняем свою работу. Где трубы-то? Трубы нужны. Трубы горят. Срочно подарки надо туда вкидывать. Возит меня Саня где-то непонятно. Во-во-во, вижу, вижу, вижу. Опять не докинул. Ну, одно попадание из четырех. Неплохо. Ну, давайте же, подарочки, закидывайтесь. Кому-то даже удается закинуть по два подарка в трубу. Вот здесь ништя. О, два подарка как раз залетело. В одну и ту же трубу. Кому-то все, а кому-то ничего. Так что, если тебе в этом новом году не будет подарочка, знай, что эти подарки я развозил и случайно где-то твой профукал. Да ладно, ладно, Дедушка Мороз тебя не обидит. Он потом вместо меня подвезет подарочек. Ну же, 17 подарков из 25 я закинул. Еще чутка, и моя задача на сегодня будет выполнена. Я уже чертовски умотался. Как Санта-Клаус-11 этим управляется? Все, все из подарков, и я свободен. На каникулы ухожу. На зимние. Черт. Промахиваюсь конкретно. О, в одну трубу три подарка залетело. И здесь два. Черт. Ну же, ну блин, ну два подарка. Ну что, вот не могло залететь в трубу, что ли, так вот? Наконец-то. Ты где свистнул подарок, я не понял? Я сейчас тебя остановлю. Какой я меткий, а? О, сосед что-то там шаманит, как обычно. О, негодяй, он свет везде потрубал. А какое же Рождество без света? Починить гирлянды всем жителям города. Окей. Починить электрощиток у Брэнси. А, ну это сейчас легко. Вот тут Санта полицейских. Блин, Санта согрелся. Напоминаю, что у нас плохой Санта это сосед. Я его переодел. Так, до щитка. О, кто-то его заморозил. А как это так вышло? Ладно, неважно. У меня есть шанс починить электрощиток. Как тут все замудрено. Ну ладно, давай крутить, вертеть. Сейчас разберемся. Я близок к разгадке. Вот сидеть повернуть, тут повернуть и все, в принципе. Да, я победил, конечно же. Починить электрощиток у Агаты. Бежим, значит, к Агате. Агата, вот она у нас. Чуть не влетел мне ледяной снежочек от снеговика. Здесь тоже самое, ничего сложного. Крутим, вертим, соединяем. Видал, какой я рукастый. Мелкий паренек, а в электрике шарю. Не хуже соседа. Починить электрощиток у Мэри. Мэри, я тут рядом, где у тебя электрощиток находится? Мэри, ты мне скажешь или нет? Эу! А, это ее снеговик. И сосед, блин. Замешкался чуть-чуть. Пришлось потратить яблочки. А, черт подери. Я думал, это снеговик на заднем дворе обычный. А это противный. Ладно, быстро к электрощитку. Блин, опять та же ерундовина. Ну, могли бы что-нибудь другое придумать. А то это как-то уже нудно становится. И просто. Ты победил. Починить электрощиток Питера. Питер. Питер Паркер. Я иду к тебе. Кстати, интересно, какая фамилия у Питера? Щиток у него, наверное, на заднем дворе. Тихо-спокухо. Тоже злобные снеговики. И здесь то же самое. Как бы неудивительно, да, вообще? Че, ну, может хватит? Все, починить электрощиток у Цао. Да чтоб их всех. А, кстати, когда щитки чиню, сразу свет появляется. Я на это раньше не обращал внимания. Цао, сейчас и у тебя будет световая вечеринка. Ну шо, вроде бы всем починил выключить свет в кладовой сосед. А, да и ты ж изи. То есть у всех будет свет, а у соседа не будет. О, как это злобно. Ну хотя, в смысле, это хорошечно. Сейчас сделаем ему подлянку. А то че это он всем делает подлянки, а ему никто не делает. Соседушка. Без светового Нового года тебе. Свет горит, а у соседа нет. Нифига себе, как уж он дарахнул. О, все собрались у ёлки. А сосед за ними подглядывает. Негодяй. Че же ты задумал? Он разозлился, что его не позвали и... И дронов отправил на них. Спасите ёлку от дронов со взрывчаткой. Возьми коробку, кинь в дронов и забери бомбы. Ок, 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 сейчас, сейчас, подожди, надо... Чёрт, меня поймали. Да блинский. Попыточка номер два. Спасаем ёлку. Для этого нам понадобятся какие-то предметы, как нам говорили. Вот, например, возьмите коробку, кинь в дронов. Сейчас будем, значит, дронов мочить. В них что-то есть. Так, где у нас дроны? Я пока ни одного не вижу. Хао там Мао нам что-то кричит. А вот дрон, смотри. Он подвис, что ли? На ему пошёп. У него динамит. Собрать пять бомб. Ого. Короче, сосед отправил пять дронов с динамитами, чтобы подорвать соседей ёлку. Ничего себе, он опасный. Чёрт, меня заморозили. Так, хорошо. Значит, мне нужно ещё четырёх дронов подбомбить. Забрать у них динамит и что-то сделать. Скоро мы выясним, что. Ищем пока остальных дронов. Дрончики, вы где? Во-во-во, вот ещё один летает. Тоже с динамитом. А чё они просто летают? Я думал, они целенаправленно на ёлку хотят. Полетить. Так, сейчас по нему надо попасть. А, мазила. Ну, хорошо, что пока что он меня не замечает. Я же у него не перед носом. О, получилось. Забираем динамитик ещё один. Всё, пучком. Осталось три штучки. Три штучки динамита. Где ещё у нас есть снежные дроны? Летающие головы снеговиков, если быть точным. Опа, вот тут опасный снеговик. И там ещё и сосед бежит за мной. А чё вдруг все сагрились-то? Я не понял. Я вроде нигде не светился. Снежный медведь, защти меня. Помоги мне. Бежим, 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 бежим. Сосед преследует и очень злой на меня. О, вот дрон у него. У него здесь. В его дворе. Да блин, чё я застрял-то? В соседском дворе я видел дрона. Где-то здесь. Вот он. Вот он. Третья бомба. Отдай сюда. Отдай сюда, говорю. Спасибо. Ещё две бомбочки осталось найти. Три есть, две осталось. Окей. Ещё одна. Всё, четыре динамита у меня в кармане. Остался ещё один. Проблема только в том, что эти дроны, которых я оглушил, отобрал динамит, они же до сих пор будут летать. Вот смотри, вот они летают. А динамита в них нету. Так что тут придётся поискать последнего. Ну и место в рюкзачке надо подочистить. А то как же я последний динамит возьму? Где же, где же динамит? Вот, смотри, ещё один идёт. Не, это был подбитый ранее. У него нет динамита. Так. Цао, ты тут никого не видел? Питер. Питер вообще молчит. Он в своём мире живёт. На крыше где-то. Как Карлсон. Ммм, где же ещё дрон-то последний, а? Уже всех по два раза бомбанул. А того с динамитом не могу найти. Хоть ты убейся. О, подожди, я здесь. Нет, это не тот, по-моему. Ну давай кинем. Нет, точно не он. И там ещё где-то к ёлке полетел. Вот, у тебя динамит. Да, у него динамит. Наконец-то, пятая бомбочка. Внимание, обнаружена ошибка. Пожалуйста, перезайдите в игру. Да не, ну вы что издеваетесь, я так долго их забирал. Можно закрыть просто табличку. Фух, пронесло. Я думал, сейчас из игры выкинет. Значит, теперь нам нужно подложить бомбы под кресло. А под какое кресло? Под кресло сосед, наверное, да? Чёрт, подери, сосед бежит. Я заморожен, что делать? Куда бежать? Как, где, чуть... А, яблоки придётся отдавать. Ладно, хорошо. Бежим. Только какое кресло я понять вот не могу. Какому крес... У соседа там много кресел? Ладно, сейчас разберёмся. Заходим внутрь. Это диван у нас. Это точно не кресло. Ооо... А может быть в то... Ай, случайно динамит. Время. А может в то кресло, которое на крыше? Там же стоял сосед, телескоп и кресло. Точно. Это его гнёздочка. Надо туда бежать. Надо сюда. Время вышло. Блин, вообще ничего не успеваю. Кресло где оно? Оно где-то ж тут было. Выше ещё подняться. Во, точно, точно, точно. В это кресло, значит, кинуть. Закидываем пять бомбочек сюда. А именно динамитов. Сейчас распихаем по креслу. Вот. Ещё вот так. Вот это сейчас у него подгорит пукану соседа. И последний динамит. Выкидываем. Пять, четыре, три, два, один. О-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это полёт. Вот это я понимаю подрыв. И мы получили подарочек за прохождение всех пяти миссий. Седовласый сосед. Ну, такой себе скинчик. Теперь твой сосед выглядит по-другому. Мы знаем. Спасибо. Ну что ж, на этом всё. Мы закончили новогоднюю эстафету. Пять миссий прошли. А это означает, что на сегодня всё. Спасибо за просмотр. Не забывай ставить лайк под видео. И подписаться, если ты ещё не подписан. А мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что до встречи.